Если, как поется в одной популярной песне, кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, его действия влекут за собой либо уголовную при серьезных правонарушениях, либо административную ответственность. Во втором случае меру ответственности нарушителя определяет городская административная комиссия, анализ деятельности которой провела на днях заместитель главы администрации Харциска по коммунальным вопросам Марина Ефремова. Закон об административных правонарушениях ДНР устанавливает ответственность за посягательство на общественный порядок и общественную безопасность. Это и нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, и нарушение правил благоустройства вроде сброса или сжигания мусора, и торговля в неустановленных местах. В общем, довольно внушительный список. Право составлять административные протоколы предоставлено целому ряду чиновников город-администрации, некоторым коммунальщикам и представителям правоохранительных органов. В текущем году было проведено 22 заседания административной комиссии и рассмотрено 123 протокола. По статье 152 нарушения правил благоустройства было рассмотрено 36 протоколов, наложено штрафом на сумму 46 240 рублей, оплачено столько же. Протоколы составляли у ЖКХ 22 протокола, отдел торговли и развития малого и среднего бизнеса 2 протокола, администрация города Макеевка прислала нам 2 протокола, МВД ДНР 10 протоколов, из них возвращено на доработку 2 протокола. По статье 154 нарушение правил содержания собак и кошек 4 протокола на сумму 204 рубля, и столько же оплачено МВД ДНР были составлены. По статье 155 нарушение правил торговли 58 протоколов, наложено штрафом на сумму 19 142 рубля, столько же оплачено. Марина Ефремова сообщила, что по 182 статье, то есть за нарушение правил тишины, было составлено 7 протоколов, за нарушение правил торговли на рынках – 12 протоколов, и еще 4 за нарушение правил торговли спиртными и табачными изделиями. Нужно подвести итоги о том, что по этому направлению у нас работают только несколько служб и отделов. Это управление ЖКХ, это МВД ДНР и отдел торговли и развития малого и среднего бизнеса. Все больше другие, никто протоколы не составляет. Ну, кстати, Зуицкая поселковая администрация и Троицкая-Харциска тоже ни одного протокола не выполнялись. Марина Ефремова также добавила, что действующие правила благоустройства Харциска были приняты еще в 2010 году, и пора бы уже модернизировать их под нынешние реалии. Продолжение следует...